всем привет вы на канале семейка т на своем пруду у меня рация прекрасно работает размывает лунку даже сильные морозы я утеплил шланги утеплителем и теперь конденсат если собрался кто не замерзает никакого замора у меня там не было очень меня вдохновило видео которое мне прислали там на одном из озер замор тоже и рыба собралась прямо в крещенской купели проруби вот я решил посмотреть какая обстановка происходит на прудах на деревенских диких вот этот один из прудов большой о нем я рассказывал видео что этот пруд очень сильно зарос телорезом такая трава можете посмотреть здесь тоже есть крупный карась по словам местных жителей но и он его здесь очень трудно поймать так пруд вообще полностью зарос этим телорезом вот этим летом не было дождей было засуху очень сильно и здесь упал уровень этот пруд ушел в зиму так сказать с маленьким уровнем плюс еще еще этот трава телорез которая гниет подо льдом и здесь скорее всего тоже замор но я попробую сейчас прорезать здесь несколько проруби и посмотреть что здесь сначала прорезу здесь и потом схожу на второй пруд там где тоже засух очень серьезная было speed добавлен и хатки доходил пешком там вообще картина тоже ужасная было вот прорезу здесь сейчас проруби и правя пойду прорежут там проруби а потом вернусь и посмотрю что здесь такое ну потом возможно попробую и рыбу здесь посмотреть половить что здесь замором все равно погибнет ну а если не будет рыбы не знаю будет или не будет посмотрим и так вешаю камеру на грудь беру пилу и пойду прорезать проруби вот я взял свою деревенскую помощницу это у меня пила цепная аккумуляторная чемпионка обзор у меня тоже на канале про нее есть сейчас будем пробовать что получится прорежу я проруби в нескольких местах на этом пруду и на следующем и посмотрим что из этого выйдет главное не провалиться как на своем льду когда я пытался подводное видео снять но у меня аэратор работает воздушные карманы и там я чуть не провалился лед треснул посмотрим что здесь какой толщины здесь лед что-то я не пойму неужели на полную шину так пропилил что-то мне его не достать пойду еще за монтажка схожу сделал монтажку топор значит получится здесь все худо смотрите ребят какая беда обалдеть вот такой толщины лед даже кусок не достать а вот он телорез вода воняет не знаю что здесь с рыбой не верю что она здесь выжила хотя глубина здесь есть метр наверное пытаясь достать кусок что получится не знаю не удается нет кусок достать смотрите какую рыбину пошел но это неудивительно это ротан малек но уже сдохши тоже вот так достал я куски льда этого топором разбомбил нового толщина толщина здесь вообще серьезно и ротаны живой мелкий плохо подготовился надо было сачок взять всю эту траву оттуда выгреб что сейчас здесь очистил дальше бурить здесь я не буду аккумулятор один я здесь в мороз засадил лед очень толстый сейчас пойдем на второй пруд посмотрим что там про второй аккумулятор зарядим и там лунку такую прорубь прорежем и потом посмотрим вернемся через некоторое время посмотрим что здесь с рыбой так ну что приехал я на второй пруд но он совсем недалеко от того пруда этот пруд также пересыхал летом очень сильное здесь было обмеление тоже видео об этом есть какой он был как сильно обмелел сейчас пойду на него тут не удалось до бобриной хатки нам семьей зайти прямо здесь провалились нет обратно но сейчас уже морозы стоят сейчас дойду до бобриной хатки и наверное скорее всего лунку я буду бурить вы не бурить а пилить возле бобриной хатки там бобриной хатка есть и бобры зимой постоянно активны в бобриной хатки должно быть должна быть тоже полынья и недалеко от нее тоже прорежу прорубь и посмотрим что там итак пойдем этот пруд тоже очень сильно зарастает телорезом здесь тоже возможен замор да было бы не такой мороз не засадил бы и аккумулятор так быстро пробурил бы несколько лунок сейчас посмотрим что у бобриной хатки бобры активны кстати мне писали что они даже могут нападать на людей ребят полыни я не вижу но снег пошел наверно завалила вижу валяются эти какого еда бобриной туда я боюсь подходить потому что возможно все равно не там плавают и там возможно тонкий лед поэтому буду не вдалеке где-нибудь здесь бурится не вдалеке от нее рыба должна все равно где-то здесь стоять наверно попробуем пробуриться ну где-нибудь наверное здесь ну или подальше таком здесь посмотрим камышам так ну что намучился я пропилил вокруг полностью сдохло мне 2 аккумулятора на прудах не ожидал что так получится в принципе аккумулятор не заряжены сильно были наполовинку они хранили зимой вот этот мне кусок не достать он толщины еще больше пилить и здесь его верни колоть это парома здесь не буду потому что глубина есть большая отправлю я его под лед так он выглядит видно на камеру какая здесь толщина льда отправлю его туда под лед плавание ушел глубина здесь шестата нет до 1 не достать топор опуска глубина здесь хорошая так ну что рыба если подойдет к проруби то не сразу так что на это место еще надо будет вернуться как получится вот так ну надеюсь что хоть какая-то рыба от замора наики на этих диких прудах спасется это мы увидим летом хочу здесь попробовать половить говорят здесь карась крупный ну посмотрим что из этого выйдет ну на этом пока все всем пока